Увеличь шанс в бесплатном розыгрыше и выиграй танк! Ссылка в описании! На ватшоп залетай! И друзей приглашай! Проще, чем арту отыскать! Джекпот каждый может сорвать! Рекомендую мобильное приложение, с помощью которого можно бесплатно, очень легко заработать голду для танков. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам бой на танке Е100 на карте Фьорды. И бой весьма потный, интересный, советую досмотреть до конца. Игрок решил поехать в квадрат J5, там, в общем-то, можно пободаться с другими тяжелыми танками, что для Е100 вполне даже выгодно, так как это машина смерти, которая просто великолепно себя проявляет в ближнем бою за счет брони, большого количества ХП и огромной альфы, а также вполне хорошего пробития на кумулятивных снарядах. В начале игрок, видимо, решает немножечко подождать. Вот есть хорошая позиция, но замечает он, что союзники лезут вперед, а это значит, что все-таки лучше ехать за ним и попробовать им помочь. Итак, засвячивается первый враг на этом фланге. И оказывается, он не один, две сотки, весьма опасно. Но игроку повезло, что противники на бронебойных снарядах и нашу соточку они не пробивают. Вообще, это редкость, чтобы Е100 стрелял под бронебойными снарядами, так как все-таки у них не очень большое пробитие. Игрок наносит еще один урон этой сотке и снова в танковый бронебойный снаряд. Что бы было бы, если бы противники были тут на кумулятивных голдовых снарядах, я думаю, объяснять не стоит. Скорее всего, ну, как минимум, два выстрела были бы с пробитием. Снова высунулся враг, но на этот раз не удалось его пробить. Тут оказывается, вообще, противник на стоковом орудии, извините, это я не заметил. Но стоковое орудие, оно тоже не столь эффективно, как топовое на голде. Итак, наш герой продвигается в атаку вместе со своим союзником Е100 и АМХ 50Б. Ну, конечно, ехать вперед весьма опасно, так как тут еще два противника. Яртигр, ИС-7 и еще к тому же и артиллерия достает тут. Кстати, в этом бою было целых 5 арта, но одну убили уже, может быть, по трассеру, скорее всего. И осталось 4 арты, но это все равно чрезвычайно опасно. И наш герой решает вместе со своими союзниками отступить. Еще одно непробитие. Конечно, везет пока что, что столько выстрелов прошло без урона у врагов. То есть, сколько раз они уже не пробили. Такое не каждый раз увидишь. В основном сейчас все поголовно на голде. Не удалось пробить и актигра, но хотя бы получилось не отхватить от него. Вообще, союзники не особо так эффективно тут помогали. Как-то они плохо пробивали, а у них было возможностей для этого предостаточно. Игрок снова вытанковывает вражеский снаряд. Ну, тут, безусловно, везение, что противники на бронебойных. Да, я не хочу ничего там сказать насчет того, что нужно обязательно 100% на голде. Это дело там каждого. Но я просто хочу сказать, что если бы противники стреляли голдой, то тут было бы танковать в разы сложнее. А учитывая ситуацию в нашей игре с голдой, сейчас практически все на голде. Да и что там говорить, даже, честно признаюсь, я на Е100 тоже голдой луплю. Но так как у него пробития все-таки бронебойными, как мне кажется, недостаточные. Получается пробить ягд тигра. Кумули творят чудеса. Вот так вот в угол рубки залетел снаряд с пробитием. И еще и альфа хорошая. Высовывается вражеская сотка. Старается она отворачивать башню. И у нее пока что выходит вытанковать снаряд. Конечно, ситуация весьма прискорбная, так как противники уже обходят другого фланга. Вот Т-57 Хэви откуда-то издалека стреляет. И наш герой даже потерял немножечко прочности. В идеале хорошо было бы добрать впереди врагов сотку эту и ягд тигра. Но сделать это, как вы понимаете, очень сложно. Потому что у них много ХП. А у нашего героя ХП поменьше будет. Итак, сзади подъехал тут легкий танк на Т-54. Перед облегченным. Конечно же, он тоже будет мешать сейчас настреливать корму. Наш герой торопится. Снова не пробивает. Союзник уже шотный. Особо он ничего сделать не может. Кажется, он тоже на бронебойных. Хотя нет, уже на кумоды перешел. Сейчас все-таки прошло пробитие в щечку башни. И игрок наносит урон неприятели вражеские. Е100 уже тоже перешел на голду. Остается у игрока всего-то 383 прочности. И ситуация еще обостряется тем, что те союзники, которые были в других направлениях, тоже слились. И сейчас игрок остался вместе с этой соткой. И нужно как-то тащить бой. Сзади уже в наглое подъезжает Светляк. Дамажит нашего героя. Но пока что игрок на перезарядке. Не может ничего сделать. Тут Т-54 застрял. Я не знаю, что он тут делал. Хотя спрятаться так, но у него не получилось. И удалось его ликвидировать. Союзник погибает. Наш герой понимает, что сейчас нужно обязательно пробивать. Если не получится пробить сотку, то это все слив. И удается отправить ее в ангар. Противники уже встают на захват. Вернее, пока что один враг. Ягдтигр, к счастью, тоже не пробивает. И наш герой, конечно же, пользуясь этой возможностью, забирает вражескую ПТ-САУ 9 уровня. Ну и нужно, видимо, возвращаться на базу. Тут внезапно появляется Т-57 Хэви. У которого, конечно, целый барабан. Четыре снаряда Хэвик еще пытается зайти в корму. Два раза он не пробивает. Пока что опять не пробивает в борт башни под углом. Еще один выстрел. И снова непробитие. Сколько фейлов. Я просто не представляю, как можно целый барабан разрядить без урона. Да, он был на бронебойнах. Но даже на них вполне легко можно выцелить. Было уязвимые места сотки. И пробить, ну, хотя бы разок. Но он этого не смог сделать. И, к счастью, удалось его ликвидировать. ИС-7, видимо, съехал с захвата. Наверняка он тут где-то рядом сейчас будет. И наш герой, в общем-то, ждет ПВП. При этом КП уже нет. Пызло. Вот он ИС-7. И он не пробил. Наш герой, правда, тоже от испуга не нанес ему урона. Прямо в центр щучьего носа выстрелил. Конечно, там прошло непробитие. Далее игрок клинчуется с ИС-7. Конечно, семерка, ну, вполне неплохо может танковать в клинче. Но, учитывая, что он враг не на галанде, и учитывая, что он как-то странно стреляет, то есть не выцеливает уязвимые зоны, то есть ему было всего лишь подождать там, пока сотка повернет башню свою, подставит ее под прямым углом, и уже можно будет пробивать ее. Но вместо этого ИС-7 стреляет фугасами, не наносит урона, и Е-100 его разбирает, можно сказать, на халяву. ИС-7 продолжает упрямо стрелять фугасами, но они в данной ситуации совершенно не наносят никакого урона. Ну, так совсем чуть-чуть, и то не всегда. И просто повезло с этим ИС-7, он сколько раз уже не пробил, сколько ошибок он совершил, не перечислить. И наш герой его забирает. Ну, тут, безусловно, везение с этим ИС-7. Ну, был бы противник более по скиллой, то, я думаю, тут никаких шансов затащить этот бой не было бы. Ну, вообще, враги дико сфейли, и, конечно же, стоит, наверное, поблагодарить их. Да, игрок вполне неплохо сражался, но, уж, простите, но если бы не фейлы Т57 Хэви и этого ИС-7, то, скорее всего, этот бой вы бы не увидели. Но, я все-таки решил вам его показать, учитывая такое вот дикое везение и, ну, хороший результат этого боя. Итак, игрок засвечивает артиллерию. Сейчас, конечно, есть еще шанс проиграть этот бой. Если арта попадет, она вполне может это сделать. Там с флешком чуть-чуть долбанет, и все. Наш ИС-100 отправится в ангар. Игрок, поэтому, решает спрятаться за домик, но при этом высовывается, стреляет с полу-вертухи и забирает артиллерию. Тут очень повезло. Это победа. Медаль Колобанова, Спартанец, Стальная Стена, Основной Калибр и Воин. 10 021 урона игрок нанес, 7 танков он уничтожил. И самое интересное, что вытанковал 9 140 урона. Ну, спасибо врагам, что можно сказать. Итак, на этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok